всем доброе утро ну что утро в калининграде улице холодно ночью было три градуса цветочки герань петуния орхидея что будем сейчас кофе варить достали кофеварку это оказывается вспомнила это наша кофеварка еще сама первая была вот когда мы взяли кофе с собой такое растворимое сейчас будем варить тоже вот тостерница наша первая еще когда мы в германию приехали мы отдавали короче сейчас напомнили нам все то что наше было все мы сюда и сейчас это все так вспомнилось сейчас будем варить кофе так ну что делаем кофе я уже и забыла как его делать такими с фильтрами на сколько ложек ну да я забыла сколько ложек на сколько воды мы будем на сколько эти обычно пом раньше 45 ложили вы будете делать еще когда же сколько кружек младен раньше кто помнит например вальди были марка кофе вот эта марку сейчас ее переделали вот на эту которую мы покупали да вот сейчас вот это вот раньше дозу мы это покупали специально тоже для кофе как раритет все слушайте фен вчера тоже меня достали тоже тогда я покупала пищу мне говорят это твой я говорю как было все все помнится ну они сразу же сюда вообще из головы вылетела как варить привыкла что у нас на кнопку нажала все с таким тоже вот когда варится аромат потом идет еще надо воду так даже не регулировать когда-то мамы стесняются наши сниматься мы сам очень попали ну ладно пусть будет побольше лучше на 8 кружек тут на 8 больших на 12 маленьких будет варится кофе вот вот это вот кофеварка это у нас самая первая была это ей наверное уже лет 20 если не больше этот philips тут уже все постиралась тут делается регулируется ну по крепости до сколько лет уже но она очень удобная вот это вот этот вот именно как он называется кувшин не кувшин готова наливаем в кружечку смотрите какая кружечка это еще с казахстана я помню сервис такой был осталось конечно мало блюдца разбилась и вот две кружечки такие синие молоко здесь тут интересно он по процентовки 32 и до 45 процента я говорю интересно и тут главное не не литр не полтора сколько же мы вчера сколько мы говорили тут а миллилитров сколько миллилитров это молоке 1 и 4 вот как-то india вода стоит 1 и 4 интересно у нас всегда обычно или там пол или литр красота ну вот здравствуй к ленинград завтракать мы будем тут колбаса какая-то рубленая вкусная фермерская дома сыр сулугуни и это тут штрудель как сказали на 2 из один с яблоком другой с капустой вчера вот если вдруг кто-то из нас будет то подогреем так что всем кто завтракать желаю приятного аппетита но сейчас еще и все естественно мы все поставим всем это я сейчас чисто себе кофе налила потому что вы же знаете мне надо в первую очередь кофе попить а потом уже все остальное так что всем приятного аппетита я уже ведь я волос мне уже следочки тоже дали так что все по-деревенски дома сейчас пойдем отмечаться нам надо будет соберемся на улице дождь у нас мы с мамой тоже разговаривала в гамбурге тоже дождь так что похолодало приехали погоду плохую привезли немецкую а было что же тепло да картины тоже это наши самые первые когда мы приехали в германию покупали помню на польском базаре как все вспоминается слушайте а сто лет не было сейчас так все вспоминается вот тоже картина так что дети наши посмотрят вспомнят в детской комнате у нас висела раньше давать тигренка все мы уже собрались идти отмечаться гляньте на колю коля вон сумочкой какой со всеми документами тапочках я тоже мы до тепло так что идем регистрироваться дам в течение трех дней как я и говорила надо колес ты это руки склада поздоровался я у когда ты закончишь здрасьте мама тут стоит так что мы идем встретимся еще с вами лифт в подъезде хороший их два здесь грузовой на выход если на площадку да или чё и вот второй лифт да сколько тут дверей здесь короче в квартиры такие да чуть дальше туда проходишь уже такая есть лестница чтобы спускаться здесь вот именно лифты почтовые ящики такие все аккуратненько хорошо чистенько в подъезде тут консьержка сидит тоже холодно дождь ну что мы идем на улице дождь правда мы под крышей идем зашли немножко под крышу да погода конечно капец прям холодно леденющий ветер она будем идти дальше ой я там смотрю церковь видно уже мы сейчас автобусе проехали 4 остановки там уже церковь зашли сделать нам надо копии смотрите машина джигулюшка у вас была такая раньше да дождь идет сейчас проходим здесь мимо церкви потом зайдем вот ну ну а ну а и а а а и а а а В самый центр Калининграда, на площади и напротив церковь. Сидим, ждем нашего номера. Да, Коля? Сидим, ждем нашего номера. 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 Селедка по-домашнему, аппетитная, с укропом, традиционный посол. Вот картошки, да, ну да, и тут присоединяйся. Так, семка 400 рублей, 200 грамм. Тунец. Ну да, рыбного много. Ну, конечно, тоже портовый город, как и у нас. Вот это вот тоже вот ничего так. Икра. Мидии. Мидии. Попробуй выбери, какую сметану надо. У нас два-три вида стоит и все. А тут вот сметаны, целая полка, йогурты, творог. Сходили мы в магазин Виктория, закупились. Ну так, не закупились, а так немножко. Прикупили, как так сказать, на 1375 рублей. Это у нас мы посчитали где-то на 13 евро. Взяли вино. Вот такое какое-то сокровище Крыма. Мускат. Ни разу не пробовали. Попробуем. Какое-то сладкое вино. Стоило оно, между прочим, нам мама давала карту от Виктории, где скидка. Стоило оно сколько, Коля? 499, да? Да, 500 рублей, короче. И на него было 20% скидки. Так что мы теперь со скидкой еще ходим. Ну, корейскую морковку взяли. Сейчас хотим картошечку быстро сварить. И с селедочкой. Потому что мы сегодня в 9 ушли. Вот сейчас два часа только пришли. Голодные, как эти. Пока все там надо было оформить. Да, вот эти вот. То, что на паспорта. Ой, паспорта. Эти. Регистрация. Да. То, что когда приезжаешь, надо обязательно зарегистрироваться в течение трех дней на границе. Так. Ну, все, кто ездит, тот знает. Да. Коля взял какой-то тут королевский краб. Не знаю. Это вообще натуральный краб. Настоящее мясо. Написано с мясом. Натуральный краб. Да. Посмотрим. Бабкины семочки. Хлеб такой какой-то темный взяли. Фитнес. Потому что захотелось. Темный кред тоже. Коля белый взял. И взяли. Вот оно. Зефир, да. Увидела такой. Смотрите. Советско-традиционный. Советски-традиционный сырок твороженый. Взяли на два. Вот на пробу. Посмотрим. Прям так привлекло это. Внимание. То, что советский творожок. Там-то если что сверлят. Извиняюсь. Сверху. Так что сейчас уже он и мама картоску чистит. По-быстрому. Обед у нас. С другой стороны вот эти крабовые палочки за 200 рублей. За эту пачку оно не может быть натуральным. Ну я ей сразу скажу. Ну я хочу попробовать. Как они написали что с натуральным мясом. Угу. Попробуй. Угу. Между прочим вот тут вот в зале. Ну у мамы у нее как однокомнатная квартира. Вот это вот тюль тоже моя первая самая. Когда на польском базаре. Помню мы когда приехали. Был польский базар. И мы там купили такую вот тюль. Но потом я все меняла же. Да. С каждым разом что-то. И вот я отдала ее свекрови и висит вот у нее до сих пор же. Сколько лет? 24 года где-то. 25 какой. 25-26 лет уже этой тюле. Вот это да еще сохранилось. Вот так вот я приехала. Как будто такое ощущение для меня. Как будто вот все раритет. Погода ужас. Мы пришли задубили. Ой извиняюсь. Там кто-то ремонт делает из соседей. Так что сверлят. Дрелят. Ужас сегодня просто погода. Мы задубили. Зонтик сносит. Кошмар. Сейчас пока картошка варится. Ждем кофе попили. Дождь поливает. Завтра уже может быть пойдем так погуляем. Сегодня пока так. Пока с этими с бумагами. Да. Вот эта регистрация. Все это. Это все время занимает. А везде очередины. Так. Ну что Коля будет открывать эти крабы. Ну конечно это как Колина мама говорит. Это просто рядом с крабом лежало. Это не натуральный. Ну как обыкновенные эти крабовые палочки. Сколько он стоил вообще? Ой там сверлят. Что так целыми днями? Да. Вот это как я уже говорила. Как-то один раз аж сильнее было. Ничего себе. Ну пахнет да обыкновенные вот эти. Которые в русском мы брали. Селедочку тут открыли. Морковь. Ну обыкновенно да? Да. Так надо. Да вот оно мясо. Есть можно да? Как обычно да? Да. Никакого мяса. Никакого мяса. Ну я же и сразу сказала. Я тебе говорила около мяса лежала. А вот этот кстати хлеб я сразу пришла попробовала. Очень вкусный. Вообще он без дрожьевой. Цельного зерна. Классный. Пророщенное зерно. Сколько он стоил у Коли не помнишь? Нет. Тут источник медленных углеводов позволяет сохранить чувство сытости в течение всего дня. Максимально 76. Угу. Источник пищевых волокон. Повышает гемоглобин. Улучшает функцию кровотворения. Кроветворение. Содержит микроэлементы белки и витамины группы В и Е. Забалансированный аминокислотный состав способствует более полному освоению белков. Нейтрализует действие токсинов и очищает от шлаков. Содержит пшеницу и чистейшую воду из артезианской скважины. Не содержит консервантов. Вот это. Вот домой возьмем его, когда поедем. Зачем мы тогда все купили? Зачем мы? Тут все витамины есть. Хлебом можно питаться. Ну. Да. Вкусно. Ну что? Не, я не люблю такое. Ты хотел. Я хотела селедочку, морковку. Ну, сейчас Коля будет открывать вино. Как оно? С пробкой? Надеюсь. Да. Не просто откручивается, наверное, крышка. С стопором. Да. Раньше были такие с пластмассовыми, Лина. Помню. В советское время. Ну, наверное, тоже сейчас есть, просто не знаю, может не попадались. Ну, крымская есть ни разу не пробовала. Сокровище Крыма. Просто вот тоже многих блогеров смотрела и вот прям вот хвалят. Это сладкое, да? Да. Сейчас откроет. Хорошо вышло. Вино. Вообще никак не это. Не подходит, да? Слушай, вино, селедка, морковка. Ну, ладно. Наверное, Клю. На быструю руку мы так быстренько все накромсали. Сейчас найдем. Свет посмотрим. Поля хотел в кафешку зайти, но мама сказала, пошлите домой кушать, да? Так. И... Свет положим. Ну, давай пробуй, дегустатор. На запах, на все как. Да, из Крыма. Знаток. Все, дед, картошка готова. Ага, сейчас. Вкусно? Да, компот. Компот. Чтобы мы градусов не посмотрели, да? Точно. Сколько компот от градусов. Вот урожай 22-го. Ты крутишься и сфокусироваться не может. Ладно, выключим. Вот картошечка готовая. Масло что внизу, да, мама? А вы вниз сложите? Не сверху масло? Положила. А сейчас. Как это, думаю. Нужно быстрее, чтобы растаяли. Стало, оказывается, вот такие там дальше есть. Ну, все, приятного нам аппетита и всем, кто кушает. Вкуснотища у нас такая, да? Сейчас еще особенно голодные. После холода. Приходите, приезжайте в Россию. Да, приезжайте в Россию в гости кушать картошку с селедочкой. Хотя она тоже, естественно, у нас тоже это все есть. Но вот так вот с охотки даже очень вкусно.